Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Прежде чем мы начнем, не забывать подписываться на телеграм-канал со всеми скидками и купонами. Я составляю там топы лучших товаров на Алиэкспресс, топы лучших телефонов на Алиэкспресс. Скидки и купоны, если есть, то тоже обязательно там репощу. Все ссылочки в описании. Самый популярный комментарий сейчас под видосом. Не успел я купить Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 8, а тут уже выходит Redmi Note 9. Да, друзья, такая правда, на самом деле так и есть. Компания Xiaomi лупит один телефон за другим и останавливаться, похоже, вообще не собирается. Сегодня мы поговорим о Redmi Note 9. И да, друзья, если вы спрашиваете в комментариях, буду ли я его рисовать, да, я его буду рисовать. Поэтому настройтесь на очень отличный обзор. С вами я, Эдскрайбер. Погнали! Компания Xiaomi, как правило, в первом квартале очередного года выпускает интересную новинку. Так было в прошлом году с Redmi Note 7, ну и с другими телефонами. Так вот, в начале 2020 года мы, конечно же, ждем новинок. А в первую очередь мы ждем Xiaomi Redmi 9 и также Redmi Note 9. Но, скорее всего, мы ждем старшую версию, либо Redmi Note 9, либо Redmi Note 9 Pro. Это самые-самые популярные версии, которые за дешевую цену дают нам самые лучшие характеристики. И поэтому на них мы сегодня, друзья, и сосредоточимся. Информаторы говорят или приписывают им крайне много разных особенностей, способных сделать их настолько привлекательными во всех отношениях, насколько это вообще возможно в рамках той ценовой категории, в которой они находятся. И Xiaomi всегда делает очень дешевые телефоны. Для нас это, конечно, радостная новость. Даже несмотря на то, что презентация этих телефонов должна состояться совсем скоро, и уже известно частично то, чем могут порадовать каждого, кто окажется готов себе купить этот смартфон. А стоить новинки будет совершенно точно где-то в районе 250 долларов. Но о цене мы поговорим немножечко попозже и конкретно раскидываем все по ценам после того, как мы его нарисуем. Сейчас мы поговорим о небольших новостях, далее мы его нарисуем и разберем по характеристикам. А нельзя не заметить, что смартфоны из линейки Redmi и Redmi Note всегда были самыми продаваемыми среди продукции Xiaomi на рынке мобильных устройств. Конечно же, исключая Xiaomi Mi 9T. Это единственный телефон, который является флагманом и продается на уровне бюджетного сегмента компании Xiaomi. Да, за исключением этого телефона бюджетники у компании Xiaomi раскупают как горячие пирожки. И в этом плане ситуация, скорее всего, в 2020 году никоим образом не изменится. Все мы ждем презентацию и, если будет возможность, конечно, проведем прямую трансляцию по этому поводу. В этом нет ничего странного и удивительного, ведь подавляющее большинство покупателей не может или не хочет покупать дорогие модели, предпочитая приобретать наиболее дешевые, но в пределах разумного, чтобы процесс использования телефона приносил именно удовольствие, а не бесконечные неудобства и сложности. Известно, что новинки получат IPS-экран, и, скорее всего, это будет так. И я рад этой новости, потому что AMOLED, в принципе, на данный момент не нужен, так как будет стоять дешевый AMOLED, а с дешевыми AMOLED-ами всегда большие проблемы. Лучше поставить обычный хороший проверенный IPS. В предыдущих версиях NFC уже стояло, поэтому в данном случае тоже будет NFC. Проблемы с NFC будут, как обычно, с настройкой, с коробочки. Если вы берете из Китая, то NFC не будет работать. Но по этому поводу, кстати, у меня есть видос, и если не забуду, ссылочка сверху всплывет, как настроить NFC на Redmi Note 8 Pro, на Mi 9T и на многих Xiaomi-шках. Там, в принципе, алгоритм везде одинаковый. Пока мы продолжаем, друзья, не забывайте жать на колокольчик. У YouTube появилось три колокольчика. Верхний, средний и нижний. И если вы хотите получать уведомления от меня, то нужно нажать на верхний колокольчик. Серый самый правильный, самый нужный, тогда уведомления вам будут приходить 100%. Также делайте репост, подписывайтесь на этот канал. Ну и, конечно, в комментах пишите, что вы думаете по поводу Redmi Note 9. Жду ваших комментариев. И давайте сейчас мы поговорим о их характеристиках. Вот таким образом примерно будет выглядеть Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Возможно, концепция их будет немного отличаться в задней крышке, но передняя часть останется, по сути, такой же. За некоторыми отличиями. Если вы обратите внимание на этот рендер, то, скорее всего, в нем будет глазок сверху. Конечно, это не очень радостная новость. Пятна, допустим, мне не очень нравятся. Ну и многие в комментариях пишут, что действительно, пятно это не очень красиво. Это не рационально, по сути, да. К сожалению, возможно, так будет. Данному рендеру я не совсем верю, потому что, возможно, это обычный Photoshop. Здесь видно, что это самый обычный Redmi Note 8 Pro. Но верхняя часть его зафотошопина. И оставлен вот этот обычный глазок. И, скорее всего, это обычная Photoshop-переработка. А задняя крышка будет выглядеть следующим образом. Четыре камеры. Скорее всего, концепт не поменяется. В Redmi Note 9 будет четыре камеры с левой стороны. И в Redmi Note 9 Pro будет установлена центральная оси. И в этом их будет самая большая разница. Пробежимся по характеристикам. Экран 659 дюймов. Это IPS-матрица. И мы ждем, что там будет 90 Гц. В принципе, Redmi K30 уже 120 Гц с IPS-матрицей. И он стоит в районе 270 долларов плюс-минус. Поэтому, я думаю, за эту цену могут установить экран на 90 Гц. И 400 PPI будет в нем. Конечно, о вырезе я вам уже сказал. Пишите в комментариях, как вам эта точка. Нравится или не нравится. По бендам пробежимся. LTE 4G будет. И, возможно, будет также 5G. Но у нас эта тема не поддерживается. Поэтому для нас это не очень актуально. LTE будет в 3, 7, 8, 20 бенды. Отлично. Wi-Fi на 2,4, на 5 Гц тоже будет присутствовать. На прием и на раздачу. Bluetooth 5.0. GPS будет присутствовать. И NFC, как мы уже с вами сказали, тоже будет присутствовать в этом телефоне. Следующий момент это Android. Android будет 10 сразу же с коробочки. По традиции компании Xiaomi. Это будет тоже очень хорошо. И, конечно, на данный момент будет MIUI 11 версия. Но с будущим переходом на 12 версию. По началу прошивка будет очень даже сырая. Потому что, смотрите, только что телефоны Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro начали неплохо работать. Пришли обновления и так далее. То есть на данный момент мы имеем очень хорошие смартфоны с качественным, по сути, обновлением. Но эти телефоны выходят так быстро, что разработчики, скорее всего, не смогут сделать адекватную прошивку за это время. Но, друзья, я уже, честно говоря, к этому привык. И вы, наверное, тоже постепенно к этому привыкаете. Это, наверное, стиль компании Xiaomi. По камерам. Основная камера будет на 64 мегапикселя. Скорее всего, как в одну, так и в другую сторону. И хочется даже попросить, чтобы Xiaomi установила камеру на 48 мегапикселей от компании Sony. Эта камера очень-очень стабильная, очень хорошая. Но даже если будет 64 мегапикселя от Samsung, то тоже будет, в принципе, неплохо. По набору из четырех камер 8 мегапикселей широкоугольная камера, 2 мегапикселя боке. И, скорее всего, будет макрокамера немного улучшена на 5 мегапикселей. В принципе, такие настройки есть уже на некоторых телефонах компании Xiaomi. По процессорам, друзья, здесь самый интересный момент. Были некоторые сливы, что следующий телефон тоже будет на MTK. Скорее всего, Redmi 9, который мы здесь в меньшей степени рассматриваем, будет 100% на MTK. Компания Xiaomi уже некоторые сливы сделала. И, возможно, это будет Kelio G70. То есть, более бюджетный процессор, нежели чем G90. Все-таки на Redmi Note 9 должен стоять Snapdragon. И на старшей версии тоже хотелось бы Snapdragon. Но, возможно, компания Xiaomi гнет уже другую линию. Я бы предложил ему установить 712 Snapdragon и на 616-ом видеоскорителе Adreno. Либо 730. 730-ый будет достаточно дорогой для этой темы. Но вот 712-ый подойдет очень даже отлично. Но если они установят 730-ый, то цена будет, скорее всего, в районе 250-270 долларов. Плюс-минус такая. Видеоскоритель будет Adreno 618. Это очень хорошая комбинация. По сути, это, можно сказать, уже игровой смартфон. Версия будет 432, 464 и 6128 в Pro-версии. Если будет 712 Snapdragon, то в Antutu примерно будет убиваться 220 тысяч. Если 730-ый, то примерно 250 тысяч. Вот это действительно будет пушка. Далее по мини-джеку. Был один слив, что мини-джека не будет в этом телефоне. Я, друзья, в эти сливы абсолютно не верю. Потому что мини-джек всегда присутствовал. И бюджетная версия всегда отличалась именно мини-джеком. Xiaomi Mi 9T это флагман. И он тоже идет с мини-джеком. Поэтому здесь отличный набор. Сканер отпечатков пальцев будет физически не встроен в экран. Потому что там IPS-матрица. Разблокировка по лицу, конечно же, будет. IP68, скорее всего, будет отсутствовать. По поводу звука. Двух динамиков, к сожалению, не будет. Сегодня, на данный момент, у флагманов компании Xiaomi, даже флагманов самых-самых дорогих, нет стереодинамиков. Компания не видит в этом смысла. У них есть уже опыт. Допустим, Poco F1. Также Mi Max 2, Mi Max 3. В Poco F1, вы знаете, были стереодинамики. Играл второй динамик так себе, скажем, ну, очень-не очень. Но хотя бы то, что он был и присутствовал, уже было хорошо. Mi Max 2, Mi Max 3 тоже были со стереодинамиками. Большая вероятность того, что в этом телефоне тоже не будет стереодинамиков, к сожалению, друзья. По батарее. Батарея будет на 4500 мАч. Быстрая зарядка 18 Вт в комплекте. Скорее всего, не будет батареи на 5000 мАч, потому что у компании Xiaomi сейчас есть зарегистрированные две большие батареи. Больше, чем 4500 мАч. Это 5300 мАч и 5500 мАч, которые стояли на Mi Max. На Mi Max 3 еще батарея актуальная на 5500 мАч. Но, скорее всего, так компания Xiaomi круто шагать вверх не будет. Она будет постепенно развиваться. И 4500 мАч будет самое то за глаза. Поговорим о дате выхода. Дата выхода в феврале, скорее всего. Мы уже очень-очень скоро увидим. Но могут быть определенные задержки. Мы ждем конец февраля для того, чтобы увидеть новые смартфончики. Ну и по ценам, друзья. На старте продаж цена будет у Pro версии где-то 270-280 долларов. То есть достаточно дорогая. Но стоит подождать около 2-3 месяцев. И цена упадет в разы где-то в районе 220-230 долларов. У Note 9 обычной версии 250 долларов на старте. И тоже цена будет постепенно падать. В районе 210 долларов она упадет через 3 месяца. Поэтому стоит этого подождать. Пишите, друзья, как вам новый телефон. Как вам такая концепция рисования. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на этот канал. Жмите на колокольчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok